Бениамин Нетаньяху совершил поездку на западный берег реки Иордан. Премьер-министр Израиля пообещал возвести заграждение на границе с Иорданией. В этой борьбе мы знаем, что нам необходимо обезопасить нашу восточную границу с Иорданией. Это граница мира. Мы сотрудничаем с королевством Иордания, чтобы гарантировать, что это продолжится и дальше. Но в последнее время проблем становится всё больше. Предпринимаются попытки переправить террористов и оружие через реку Иордан в Иудею и Самарию, в города Израиля. Мы работаем в сотрудничестве со всеми сторонами, чтобы остановить это. Мы будем работать, чтобы установить более прочный барьер и остановить попытки контрабанды. Мы делаем это в координации с соседями. Для нас важно, чтобы граница оставалась границей мира и безопасности. 11 сентября премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху совершил поездку по долине реки Иордан на западном берегу. Пообещав обезопасить восточную границу с Иорданией путем строительства надежного барьера. Визит Нетаньяху состоялся через два дня после того, как трое израильтян были застрелены иорданским боевиком на контролируемом Израилем пограничном переходе между западным берегом и Иорданией. Посещая пограничный регион, премьер-министр сказал, что в сотрудничестве с Иорданией будут предприняты усилия по укреплению безопасности на границе. В Иордании сейчас сильны антиизраильские настроения, и сотни людей вышли на улицы столицы страны Аммана, чтобы отпраздновать нападение, заявив, что напавший отомстил за гибель тысяч палестинцев в войне в Газе. Израиль и Иордания подписали мирный договор в 1994 году и поддерживают тесные связи в сфере безопасности. Ежедневно из Иордании отправляются десятки грузовиков с товарами из Иордании и стран Персидского залива, которые поставляются как на западный берег, так и на израильские рынки. 12 сентября израильские военные, используя тяжелую технику и бульдозеры, продолжили рейд по городу Тулькарм на западном берегу и лагерям беженцев, разрушая улицы и инфраструктуру. За последние две недели израильские вооруженные силы провели ряд операций на севере западного берега, в том числе в Тубасе, Дженине и Тулькарме. Во всех трех городах сосредоточено большое количество вооруженных группировок, включая Хамас, исламский джихад и Фатх, заявила Цахал. Улицам и инфраструктуре во всех трех городах был нанесен значительный ущерб, поскольку израильские войска перекопали дороги и нанесли удары по базам боевиков. Поступали сообщения о тяжелых столкновениях между израильскими войсками и палестинцами. Продолжение следует...